Стрёмная стремяночка, да, рассказать? Ну, в общем, добавка к первому фильму, третьей серии нашего кабинета. Если вы в процессе работы сталкиваетесь с тем, что у вас на основе, а так как материал у нас с кварцем, и вы на основе, при накладывании материала начинает у вас чернить, появляются чёрные точки, ну, ошагрения или от каких-то неровностей, просто возьмите в ноль, перетяните вот таким вот, ну как, просто положил, убрал, положил, убрал, в ноль. Перетянуть именно вот эти чернячие места. И уже по-чёрному, когда на подходку чуть-чуть, просто нарисуете саму фактуру. Ну, это то, что вы заметили. Теперь что-то ещё. Мы заглутовали для клей ПВА. Один-трёх, правильно? Да, один-трёх. 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 Развели клей ПВА с водичкой Е-4. И сделали грунтовку. Закатали. Закатали. А нам нужно. Теперь проходим в подлёжку, чтобы удалять всякие разные загустенцы, чтобы мы не подсыхались. Чтобы нам было носить. Чтобы мы не поднимали всё. Да. Ну, расскажи, чем хорош это с кварцем? Чем хорош с кварцем? Тем, что при нанесении вы не сделаете лысого пятна. То есть кварц не даст вам больше снять материала, чем толщина фракции. И получаем в итоге равномерный слой, даже если мы молюем, наносим. Всё равномерно. Без залысинами. Как обычно, мы на эту массу берём без залысин. Ну да. А если просто тем же штатом, допустим, перепягиваться, то получили бы эти залысинки. И тоже вспоминали бы ближе к зону. А вот вот по бальгаринской линии. И всё по бальгаринской линии. Всё. Так. И так же нормально. Очень неплохая шутка, да. Равномерненько так чувствуется, что наносится. Понятное дело, где-то цепляет в песчиночку. Потому что это же и есть кварц. Где-то идёт там рисование такое. А в итоге... В итоге всё равно нет. Ну и так покрываем всю плоскость. Так что заодонайтеся с нами до новых и незабываемых. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.